Глава года, так переводится с иврита, название праздника Рош-Хашана. Это наступление Нового года у еврейского народа. Летоисчисление в еврейском календаре ведется с 3761 года до нашей эры, со дня рождения Адама или от сотворения мира. Поэтому в 2024 году евреи отмечают наступление 5785 года. Рош-Хашана, глава года, это как бы считается, что это день рождения человечества, в этот день сотворения, когда это шестой день сотворения мира, когда был сотворен человек. Это вообще как бы день рождения всего живого. Празднование длится два дня. Начинается на заходе солнца. Перед этим женщины зажигают дома свечи. После молитвы все садятся за стол. Трапеза начинается с произнесения благословения на хлеб. Специально к празднику Рош-Хашана выпекают круглую халу с изюмом, чтобы год принес здоровье. Также обязательно на стол подают сладкое угощение. Яблочко с медом, это, конечно, символично, это знают все. Мы желаем сладкого года, и поэтому мы макаем не в соль, как обычно. Обычно у нас стоит на столе соль. В этот праздник мы макаем в мед. Специальная вот такая сладкая трапеза. Даже фаршированную рыбу, которую мы всегда делаем, и сейчас мы ее делаем более сладкую. Наступление Нового года еще называют днем звучания шафара. Это музыкальный инструмент, напоминающий иудеям об агнце, которого принес в жертву прародитель еврейского народа Авраам. Священный бараний рок звучит во время праздничной службы в синагогах, призывая к раскаянию перед судом Божьим и символизируя утверждение власти Творца над миром в Новом году. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События.